доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сейчас на ваших экранах вы видите методику ммпи миннесотский многоаспектный личностный опросник как ни странно это вполне наверное закономерно по этой методике поэтому опроснику не задают наибольшее количество вопросов постоянно буквально раз в неделю кто-то да что-то меня спрашивает по ммпи обратите внимание запущена электронная версия программы эта версия программы нашего изготовления мы ее запрограммировали наши не скажу что гениальная но очень хорошие программисты программа не требует какой-либо установки она может быть включена в общий перечень других каких-то программ нашего изготовления как только телу нп уиска ну и так далее так далее так далее основные самые важные программы без которых тесты опросники без которых нельзя работать любому специалисту если у него есть такая возможность обратите внимание методика наша это вариант мил на 377 утверждений адаптации березина какими-либо другими методиками в ответственных ситуациях критических ситуациях будь то медицинская клиника какие-то ситуации профотбора какой-то ситуации оценки персонала или еще какие-то варианты пользоваться нельзя нельзя пользоваться однозначно сто процентов мини мульт имеется ввиду на 7 на 71 утверждение методика он не работает не сто тысячу пятьсот процентов кроме того можно пользоваться ммпи смел вариант а вариантом людмила николаевны сопчик но он не столь точен мы проводили сравнительные испытания анализы буквально на тысячах человек подчеркиваю это давали людям одним и тем же людям ммпи березина и ммпи сопчик на код результаты по ммпи березина более того что они достоверны кроме того и вариант лимуны николаевны сопчик и она сама об этом пишет и говорит во всех своих постах и так далее там не рассчитан на не норму на норму до выявления каких-то невротических проявлений и так далее так далее так далее мы сейчас работаем над методикой ммпи 2 в америке он давно успешно применяется адаптирован в российской федерации не находится 2 березина который бы занялся и положил свою жизнь на то чтобы хорошо и качественно адаптировать методику ммпи 2 пока таких разработок нет самая надежная самая лучшая методика это атомная бомба клинической психологии профориентации и так далее это вариант на 377 утверждений березин к сожалению автор адаптации березин умер он оставил после без после себя третье издание методики ммпи и только ему можно доверять в качественной диагностике человека другим методикам по типу ммпи нельзя доверять ни в коем случае тоже любимый клан и сопчик базовый вариант методики появившийся достаточно давно 566 утверждений кто только этой методикой не занимался кто только эту методику и и сопчиковскую не переиначивал существует куча если не два десятка различных вариантов на 300 на 403 утверждение я видел на 300 чем-то на 308 что ли утверждение видел в общем черт ногу сломит сама методика сопчиком сопчикой не доработана то есть она работает с этой методикой но тем не менее наши сравнительные испытания на тысячах люди на тысячи людей человек не приводит каким-то весомым значимым результатом такое ощущение что вот садишь одного и того же человека за березина садишь за сопчик и как будто это два разных человека и соответственно возникают большие вопросы по поводу валидности то есть способности методики сопчик выявлять то что она должна выявлять вариант мил адаптации березина позволяет это делать он показывает стабильные результаты повторяемые экспериментально у одного и того же людей у одних и тех же групп лиц профессиональных возрастных и так далее давайте вот мы сейчас с вами перейдем начать работу это главный экран он запускается как я говорил уже методика не устанавливается она просто напросто значит запускается не требует какой-либо установки сложности и так далее начнем работу первое что мы с вами видим это у нас значит информация об обследуем банальной информации персональные данные то есть номер один обязательно вводим пишем иванов имя иван иванович пол мужской выпадающие меню можно выбрать пол женский соответственно методика будет по-другому рассчитывать шкалы как шкалы достоверности так и шкалу 5 мужественности женственности оставим мужской соответственно здесь укажем по маске ввода возраст предположим 11 11 1945 переходим в поле образования автоматически программа показывает возраст этого человека давайте возьмем не 45 но любой можно указать 76 предположим до переходим сюда соответственно выбираем статус образование вернее высшее незаконченное высшее среднее техническое среднепрофессиональное среднее допустим высшее образование да здесь статус прописываем обязательно это может быть испытуемый больной значит диагноз может быть прописан ну и так далее собственно любое любая важная информация такая критическая допустим напишем мы перейдем на английский язык напишем с ц а можно написать всеми большими буквами шизофрения ну и собственно все по завершению обследования результаты к нам попадают в лабораторию если мы сейчас нажмем кнопку выход мы соответственно выйдем из этой программы и тут указана дата фиксируется время прохождения теста и соответственно нажимая на обследование мы с вами видим инструкцию к этой методике классическую инструкцию на 5 березина которая очень важна в каждой своей запятой точке построения предложений фраз и так далее она классическая еще раз повторюсь так она выглядит на 377 утверждений можете ее прочитать с экрана я дам вам такую возможность соответственно отношение к себе оценка верно или неверно что является краеугольным и самым важным моментом при прохождении данной методики будете думать да или нет на портачите ну и соответственно обязательно 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 при ответе на этот вопрос надо утверждение там нет вопросов вам я есть утверждение надо думать верно или неверно и иначе запутаетесь так выглядит инструкция к тесту к опроснику нажмем начать тестирование и соответственно предъявляется первый вопрос методики березина ммпи адаптации для российской популяции вам понравилась бы работа медсестры неверно вы никогда не выходили из себя настолько чтобы это вас беспокоило неверно в детстве вы играли в классы имеется виду классики знаете на асфальте дети рисуют и прыгают в них детстве играли в классы мы имеем шкалы достоверности шкала лжи соответственно да я играл в класс и нажму верно вас не беспокоит желание стать красивее неверно вы все чувствую вы все чувствуете острее чем большинство других людей неверно на вечеринках вы чаще сидите в одиночку или разговариваете с одним из гостей они просоединяйтесь группе соответственно утверждение работает на нулевую шкалу интроверсии и экстраверсии каждое из утверждений каждый из каждое из утверждений работает на свою основную шкалу кроме того обязательно вносит какие-то коррективы в другие шкалы этого же самого опросника поэтому тут не прямолинейная так скажем логика а логика с учетом очень сложных достаточно сложных формул которые подчеркну еще раз каждое утверждение может работать на не на одну две три даже пять шкал соответственно неверно ну и так далее вы стараетесь избегать конфликтов и затруднительных положений верно я не конфликтный человек стараюсь избегать затруднительных положений когда вы находитесь в обществе вам трудно найти подходящую тему для разговора неверно я экстраверт общительный открытый и легко налаживающий контакт с людьми человек вас часто доливают мрачные мысли и оптимист стакан полон ли стакан пуст для меня не вопрос главное что в этом стакане неверно почти все ваши родственники хорошо к нам к вам относятся абсолютно у меня огромная родня просто огромная и мы все любим друг друга относимся друг другу с любовью почтением уважением бесконфликтно и так далее верно вы ведете себя так как принято в кругу друзей в кругу людей среди которых вы находитесь адекватность эмоционального реагирования на какую шкалу работает это утверждение конечно же на шкалу 6 социальной адаптации психопатии верно вы достигли бы в жизни гораздо больше если бы люди не были настроены против вас опять же 6 8 шкала парамы и шизофрении социальная адаптация да я наверное бы достиг бы больше если вы люди были не были бы настроены против вас повышаемую шкалу 6 отвечаем верно временами ваша голова работает как бы медленнее чем обычно все в порядке у меня с головой неверно вам случалось падать в обморок неверно у вас бывают сильные сердцебиение вы часто задыхаетесь неверно обратите внимание обязательно проговаривают про себя верно или неверно не да и нет что я даже наблюдал в каких-то отдельных тестах по mmpi когда вместо верно или неверно тупые психологи тупые программисты пишут да или нет по-другому я их никак назвать не могу непонимание сути методики непонимание и сложности и закономерности приводит к парадоксальным программам ответом графиком по результатам методики ммпи что крайне пагубно сказать сказывается на каких-то серьезных допустим экспертных случаях когда речь идет судебно-комплексной судебно-психиатрической психо псих психолога психиатрической экспертизе и так далее надо очень аккуратно относиться ко всему этому и методика ммпи она работает безошибочно она лучше не минимум не 566 собчиковский буден проклят этот вариант методики раскручивает и пиар и не более того на самом деле ничего она не диагностирует это 566 соответственно буду так просчет ведь уже не вчитываясь таким образом мы отвечаем на утверждение верно или неверно методики ммпи по варианту березина верно тоже работает на восьмую шкалу вопрос 31 таким образом происходит прохождение тестирования обследования по методике ммпи вариант березина вот что я хотел вам показать вкратце если будут какие-то вопросы задавайте их под этим видео вопросов очень много по ммпи люди просто пишут и говорят они могли бы мне эту методику дать мы ее реализуем продаем не очень дорого соответственно если у вас есть такая потребность желание работать настоящим хорошим качественным инструментарием который отработан нами на протяжении более десяти лет в автоматическом режиме от таком ком компьютерном варианте то вы можете ее спокойно приобрести себе на этом все благодарю за внимание и удачи вам